Добрый день, друзья! Это программа «Рунет сегодня» от 6 мая 2011 года. Сегодня у нас специальный выпуск, необычный. И для начала программы новость, появившаяся недавно. Согласно докладу Mailer Group, игровая индустрия «Рунета» обогнала рынок кинопроката в СНГ по скорости развития и объемам. По результатам на 2012 год объем игрового рынка в этих странах достиг 40,8 миллиардов рублей, в то время как кассовые сборы кино составили 39,3 миллиарда рублей. Для сравнения по оценке Jason Partners Consulting объем мирового рынка онлайн-игр в 2012 году составит 24,5 миллиарда долларов. Сегодня у нас специальный выпуск, господа, посвященный современному положению онлайн-игр, положению вещей в онлайн-играх и всего того, что связано с игровой индустрией. Рассмотрим онлайн-игры как способ времяпрепровождения десятков миллионов людей, как площадку для тестирования новых социальных концепций, технологий, ну и, конечно, прежде всего посмотрим на игры как бизнес. Меня зовут Максим Спиридонов, а гость и выпуска Георг Саркисян, гендиректор компании «Инова». Георг, приветствую тебя. Добрый день. Александр Кузьменко, руководитель проекта «Игры Мэйл.ру». Добрый день. Коллеги, сегодня именно вы выступаете экспертами в этом выпуске. Ваше участие особенно важно, учитывая то, что ни я, ни редактор программы Даниил Пленин в игровой индустрии глубоко не разбираемся, поэтому мы надеемся на ваши комментарии к тем материалам, что мы подготовили, ну и глубину, и знание предмета, собственно, в чем я не сомневаюсь ни на секунду. Для начала пару слов, коллеги, скажите, как давно вы занимаетесь играми в онлайне, как пришли в эту отрасль, что делаете в направлении сейчас? Александр. Ну, играми я занимаюсь уже больше 10 лет, долгое время я работал в прессе, то есть, например, есть такой журнал «Игромания», где я работал в течение 8 лет главным редактором. Непосредственно с играми, играми как бизнесом, я стал заниматься только около 4 лет назад, когда ушел из прессы, и, честно говоря, то, что за 4 года произошло на моих глазах, это полностью изменило тот рынок, на который я приходил, и тот рынок, который я сегодня, это совершенно кардинально противоположные вещи, абсолютно различающие. Мало того, игровая индустрия за последние 10 лет, все действия, что я могу о ней судить профессионально, скажем так, она совершила колоссальные скачки вперед, причем скачки как технологические, так и идеологические. И то, что мы называли играми 10 лет назад, то, что мы называем играми сегодня, это совершенно разные вещи. Я бы сказал, кульбиты и выкрутасы, потому что ее прямо там водило по сложным, даже не спиралям, а каким-то таким фигурам необъяснимым. Водило, это еще мягко сказано. Бросало. Георг, расскажи о собственном бэкграунде. Я как раз пришел в 2006 году в игровой бизнес, и он исключительно касался только бизнес-сферы. До этого вообще никакого отношения к игровому бизнесу не имел. И сегодня? Сегодня уже фактически 6 с лишним лет занимаюсь этой отраслью. Она очень интересная и действительно очень сильно преобразилась за последнее время. Но на самом деле нужно отметить, что это касается в принципе игровой индустрии в целом, и более чем за 10-летний срок, потому что динамично очень отрасль, она меняется постоянно. Ты согласен с оценкой в 40 миллиардов рублей? Если честно, нет. Я поэтому и до эфира задал вопрос Александру о методологии, и меня, конечно, очень интересует, как это было. Как говорил Александр, он не имеет отношения к этому непосредственно результату. Твоя оценка примерная, на вскидку? Сколько денег в игровой индустрии в СНГ? Я думаю, что оценка может отличаться в два раза. Вверх или вниз? Вниз. Вниз? Да. То есть 20 миллиардов, а не 40 миллиардов рублей? Более, кажется, релевантный. Это ты считаешь белые деньги или совокупно? Потому что понимаю, что есть значительное количество денег, которые крутятся в игровой индустрии неучтенных отраслей, то есть такие вот пиратские, грубо говоря. Ну, то есть моя версия такова, что эти деньги наверняка и в этот отчет не включены, потому что, в принципе, некорректно считать эти деньги в таких публичных отчетах. Ну, хорошо, ладно. Значит, давайте начинать. Для этого специального выпуска мы подобрали четыре, как на видится, важнейших направления развития игровой индустрии, и в течение программы разберемся, как живет каждый из этих сегментов, находится ли он на подъеме или наоборот, достиг насыщения или на спаде уже, кого его бизнес-перспективы, ну и прочее, и прочее. Начнем мы с такого направления, как казуальные игры. Строго говоря, казуальные игры возникли еще до появления интернета. К ним можно отнести знаменитый пассианс Косынка, как нам кажется, опять-таки. Редакция, правьте меня, если это не так. Или Тетрис, выпущенный еще в 89-м году. Казуальные игры — это игры с простым, быстро понятным сценарием на 3-5 минут. Так? Можно сказать, да? Примерно, да. Только дело в том, что казуальные игры, они в 90-х выделились не из онлайновых игр, они были... Ну, ясно, да, они сами по себе возникли. С самим по себе независимым сектором. И еще, что самое интересное, казуальные игры, почему их так называют казуальные? Потому что они... порог входа в эти игры очень простой. То есть вы даже до этого не имея понятия ни о компьютерах, ни о платформах, ни об интерфейсах, садитесь за игру и примерно за 2-3 минуты понимаете все правила. То есть это должно... основной принцип быть казуальной игры. Она должна быть доступна всем. То есть это маленькие игрушки, которые убивают ваше время ненадолго. Таймкиллеры, так называемые. Мне казалось, опять-таки скажу как наблюдатель, снаружи, не изнутри, как вы, мне казалось, что они имели свой расцвет, особенно в онлайне, где-то несколько лет назад, там 3-5 лет назад, и сегодня, в общем, если не падают, то переживают не лучшее время. Ну тут надо не забывать такую вещь, что, например, казуальные игры, сама система платформы казуальных игр появилась еще очень давно. Еще с 80-х существовала такая система, которая называется в играх шаруэр. То есть когда ты играешь в один уровень или в несколько минут игры бесплатно, и для дополнения, для дополнительных каких-то там бонусов, для продолжения игры, тебе нужно заплатить деньги, то есть купить полную версию. Ну как вообще в программах такой... Да, это очень распространено было еще до интернетную эпоху. То есть вы покупаете на дискете набор из 20 условно-бесплатных программ, и если вам какая-нибудь из них нравится, вы заказываете уже полную версию. То есть такой прото-интернет, прото-фри-то-плей был изобретен казуалками еще в 90-е годы. Георг, а почему эта модель уходит? Ну потому что интернет преобладать начал, и уже просто необходимость играть самим собой, она просто иссякла. Потому что в основном все пользователи уже в сетях, потому что модель этой игры абсолютно похожа на те игры, которые появились в социальных сетях, и людям в принципе интереснее играть сообща, нежели наедине с компьютером. То есть при прочих раундах настолько велики выигрыши от игры в онлайне с какими-то партнерами, что игровые модели типа кузуальных игр, вот этих вот скачиваемых или не скачиваемых, они отмирают. Да, абсолютно так. А на сегодня какой процент, на ваш взгляд, такого рода игрушки занимают? По обороту. Они что-то зарабатывают ведь все еще? Да, они, наверное, что-то зарабатывают, но это уже сложно назвать заработком. Я думаю, что это... Я, может быть, дополню Геворга, по нашим, например, цифрам, которые до этого уже звучали, это один даже менее одного процента. Ну, совсем крохи. Совсем крохи, то есть их уже можно в принципе даже не считать, считать исключительно как такой вот погрешности. По прогнозу Jason Partners Consulting, рынок казуальных игр сохраняет стабильный рост, кстати говоря, и сохранится он до 2016 года. Другое дело, видимо, если рост в размерах одного процента, ну, он вырастет до одного и трех процентов, или там одного и пяти. Ключевыми акторами данного рынка являются компании Alavar Entertainment и Nevasoft. Alavar, кстати, российская компания. Да. Отечественная. И мы общались с Сашей Лысовским, если не ошибаюсь, не путаю, да, ничего, которого возглавляют ее, и они фактически рулят не только в России, но и на Западе? Они рулили всегда, да. Да, они практически занимают, весь этот рынок, это практически слово Alavar. Была еще компания Abiron, которая тоже достаточно большой сектор занимала в этом направлении. Но Abiron, насколько я помню, обанкротился. Да. И Alavar тоже фактически свой фокус переключил на другой тип игр, нежели, насколько я знаю, Alavar сейчас активно движется в сторону социальных и мобильных игр, и поэтому на это направление их фокус меньше. То есть в чистом виде эта кузвалка убирает? Несколько я помню, Alavar пики были в 2006-2007 год. 2006-2007 год, совершенно верно. После этого пошел уже бум игр в социальных сетях, а проблема кузвалок в том, что механики, которые предлагают эти игры, это зачастую механики, которые очень легко повторить в социальной сети, на мобильном приложении и так далее. А выигрыш от этого повторения изряден? Абсолютно, конечно. Одно дело играть за компьютером, а большое дело в мобильном телефоне или в социальной сети, почувствовать разницу. И, соответственно, Alavar в меру сил, естественно, пытается переключиться на эти новые рынки, надеемся, что у них получится. Плюс еще обязательно надо учитывать тот факт, что необходимо завоевывать пользователя, если ты вне социальной сети, отдельно. А здесь уже у тебя есть большой пул пользователей, которые уже завоеваны социальной сетью, и тебе только нужно им предоставить нормальный продукт. Ну, в общем, несмотря на то, что рост казуальных игр, по крайней мере, по отчетам у Джейсона Парнесса продолжается, но он продолжается за счет того, что просто люди притекают в интернет, и в сравнении с ростом забирающих аудиторию у этого типа игр, мобильных игр и браузерных игр, эти социальных игр, в общем, то эти, имея в виду казуальные, они весьма сдержанно растут. И, в общем, рано или поздно, видимо, будут уже затухать. Так можно сказать. Значит, здесь добавлю в качестве справки то, что помимо общерапространенных жанров, в казуальных играх зародились и, собственно, неповторимые жанры. Так, например, Тетрис, да, вот казуальная игра получается. Боллс, пазлы различные, то есть шариками различные вариации, тоже казуальная игра. Значит, еще информация по ходу эксперта Роланд Берг заявляет, что в Европе сегмент казуальных игр практически удвоится за ближайший год. То есть, если оценивать, брать твою оценку 1%, то будет 2, а не 1, а 3. Кроме того, они считают, что к 2016 году рынок казуальных игр Германии достигнет отметки 785 миллионов долларов. А Франция перевалит за 1,2 миллиарда долларов. Вот таким образом. Но при этом, я понимаю, что в этом отчете уже считают казуальными игры на мобильных устройствах. И тогда ситуация меняется. Я даже боюсь, что они здесь учитывать могут социальные игры. И могут еще учитывать казуальные ММО. Потому что есть такое направление, как казуальные ММО, достаточно простые игры, но уже многопользовательские. Расшифруем ММО для тех наших слушателей, кто не находится глубоко в... Многопользовательские онлайн игры. А вообще, какие на сегодня, на ваш взгляд, игровые модели, ну, типы игр, они наиболее на подъеме? Сейчас мы пойдем обсуждать разные модели, но вот хочется ваш взгляд на вещи. Ну, если именно в привязке к платформе рассуждать, то, естественно, мобильные игры. Потому что у них рост по 200% 11 к 12 году и порядка 100% 12 к 13. То есть это самый растущий сектор, и у него много, конечно, своих минусов, своих плюсов. Но если сравнивать именно по росту, то с ним сейчас мало кто может сравниться. Твое мнение, Георгий? Да, я думаю, что так. Потому что с учетом роста количества мобильных устройств, которые становятся более доступными для пользователей, это приводит именно к этому. Именно мобильные или мультиплатформенные? Это тоже сейчас модный тренд, я знаю, когда игра может начаться на десктопе, ноутбуке, планшете и продолжиться на мобильном устройстве. Ну, это называется принципом трех экранов еще, когда игра, она сама по себе, а платформа сама по себе. То есть ты начинаешь играть в автомобиле, приезжаешь домой, продолжаешь играть на телевизоре, идешь гулять с собакой и играешь на iPad, сидя, допустим, на лавочке. В принципе, это правильное очень рассуждение. И вот что нас постоянно путает, то, что мы, например, называем казуальными в России игры, и то, что называют Jason Partners, и то, что называют игры в Америке, совершенно разные вещи. Нужно прерваться нам, коротко закругляя. Казуальные игры в чистом виде отмирают, судя по всему, уходят мобильные, социальные игры, о них мы будем говорить. Сейчас прервемся на пару минут для выпуска новостей. Итак, это снова рано сегодня, программа от 6 мая 2013 года. Напомню, что нас можно слушать не только в прямом эфире, как вы слушаете нас сейчас, но и в подкасте. Для этого можно зайти на сайт finam.fm и подписаться на ленту программы, либо найти программу в iTunes, и тогда вы не пропустите ни одного эпизода этой высоко познавательной программы, позволяющей вам быть в курсе всего того, что происходит в воровом пространстве. Меня зовут Максим Спиридонов, гость и выпуск Александр Кузьменко, руководитель проекта «Игры Mail.ru» и Гевор Саркисян, гендиректор компании «Инова». Напомню, что это специальный выпуск программы, целиком посвященный бизнесу на играх в интернете, ну и самим играм как таковым. У нас на очереди препарирование и вдумчивое рассмотрение еще одного сегмента онлайн-игр. Речь пойдет об играх в социальных сетях. Социальные игры формально являются разновидностью браузерных, о которых речь впереди. Также можно, как мы говорили, их назвать казуальными отчасти. В общем, такая сложная категоризация, но четкая в резкой платформе. То есть они находятся, они базируются в какой-либо среде крупной социальной сети. Ну крупной, потому что если не крупной, базируется смысла особого нет, там нет пользовательской базы. Мы поэтому их решили выделить, поскольку у них есть ряд характерных особенностей. Вы согласны с таким обособлением, да, Георг? Да. С твоей точки зрения, социальные игры на сегодня находятся на какой стадии роста? Стадию активного роста они точно прошли? На какой стадии жизни, я так вот правильно скажу? Я думаю, что они сейчас стагнируют. Вот я бы так это назвал. Твое мнение, Александр? Я вот, даже не такое, наверное, слово скажу, как Георгий. Я думаю, что они не настолько быстро растут, как бы хотелось. Хотелось кому? То есть разработчикам, очевидно. Хотелось, естественно, разработчикам. И, честно говоря, два года назад все думали, что этот рынок гораздо больше потенциалом роста, чем он потом оказался. Это четверть рынка, вы совершенно верно сказали, но это по-прежнему четверть, это очень большой объем. Но этот объем, который будет стагнировать с этой четвертью еще очень долго. Если я правильно помню, то в каком-то смысле появление приложений социальных сетей и именно, прежде всего, игр в социальных сетях было почти подарком для оных. То есть социальные сети возникли, ну, когда они возникли, вот как некий взрыв, как некая реакция на запрос, так сказать, общества и развивающегося онлайн пространства. Но моделей монетизации у них было ой как мало. То есть рекламная модель, она не сильно работает до сих пор, на самом деле. То есть она приносит денег, конечно, Фейсбуку, ВКонтакте, но, по крайней мере, на моменте появления этих приложений и игр, это стало просто подарком. То, что они открыли IP, открыли возможность создавать игры сторонним разработчикам, игры и приложения, но прежде всего игры, потому что там были основные деньги. И вот это фактически и стало драйвером развития социальных сетей самих-то. Не кажется вам, коллеги, Геворг? Да, так и есть. И для меня очень простая аналогия, когда мне говорят про социальные игры, я их сравниваю с фастфудом. То есть человек достаточно быстро может насытиться этим продуктом, но он никогда не получает полноценного удовольствия от этой еды. То есть он может ее получать, но это не происходит постоянно. Плюс социальные игры это то, что приводит фактически людей в игровое пространство. Для рождения нового пользователя необходимо начать с очень чего-то очень простого. Я бы сказал, для рождения нового геймера. Для рождения нового геймера, который попадет далее по цепочке в браузерную игру или в многопользовательскую онлайн-игру. В ласковые руки вратил, как ты их, я так понимаю, которые оперируют игровыми мирами, где человек заседает уже не на несколько минут или пару часов, а годами. Да, так и есть. Александр. Я абсолютно соглашусь с Георгом. Дело в том, что социальные игры, и в чем их плюс огромный, вот для нас, например, для людей, которые работают в индустрии игр. Социальные игры открывают мир волшебных компьютерных игр тем людям, которые до этого вообще не интересовались. То есть если у вас есть социальный аккаунт в социальной сети, в Фейсбуке, например, и вы до этого никогда не интересовались играми, вы начинаете замечать, что один ваш друг, второй, начинают играть в какие-то игры. Рано или поздно вы заинтересуетесь этим. Рано или поздно мы поймем, геймеровы по натуре нет. Если вы не геймер, то до свидания. Поиграли в ферму, все. Если вы геймер, мы предложим вам более сложные механики, более интересные игры. Какой процент людей геймеров, людей не геймеров? Я об этом никогда не задумывался. Вот вы знаете, очень сложно мне вот так вот мерить. Я вот для себя, как установил в голове, примерно 10%. То есть есть 10% у людей, назовем их так, увлеченными. То есть если вы, например, увлекаетесь собаководством, если вы не увлеченный человек, вы просто держите дома собаку. Если вы увлекаетесь, вы держите дома 10 собак. Если вы... Уйти на выставки, читаете, значит, материалы различные и так далее. Выписываете газеты, книжки соответствующие покупаете. Если вы геймер, то вы купите все приставки, вы будете играть на всех платформах, у вас будет 3 ММО. Если вы не геймер, мы хотим вас таким сделать, продавая вам простые механики. Говорят, что это очень интересно, что это очень круто. Если вы играете, приставки мы не взяли в отдельный сегмент. Показалось нам, что все-таки это не совсем онлайн пространство. Нужно будет в финале программы поговорить об этом отдельно, потому что консоли... Но они тоже активно двигаются в онлайн, поэтому обязательно это надо учесть. Я сейчас все в онлайне дам. Значит, получается, что социальные сети посредством игр в социальных сетях являются таким ликбезом и входом в мир игр. Получается, человек, ну, для многих, так скажем, не для всех, для многих, человек, приходя в интернет, ну, кто еще не приходит в интернет? Либо дети, либо люди старшего возраста, потому что середина, она уже пришла, по большому счету. То есть поколение 20-40, оно в интернете практически полностью. Те, кто хочет, те, кто не хочет, ну, и не придет, видимо, уже толком. Вот, либо старшие люди, либо дети приходят и получают навыки освоения игровых сценариев и моделей внутри социальных сетей этих игр. Так получается? Ага. Таким образом, эти игры получаются, видимо, проще, нежели то, что мы будем смотреть потом, многопользовательские ролевые, но тоже имеют свои модели монетизации, так? Совершенно верно. А как они работают, эти модели монетизации, Александр? Ну, как? То есть, допустим, вам нравится играть в игру, когда она совершенно бесплатна, да, она не требует от вас ничего. Это, кстати, все игры бесплатные. В какой-то момент вы понимаете, что для того, чтобы достичь в ней результатов, вам надо потратить или 5 часов, или 5 рублей. И вот здесь вот происходит тот глобальный выбор, вы решайте для себя сами. Тут такой вот локальный момент, я, например, для себя очень тяжело этот момент решаю, несмотря на то, что мне не жалко, зачастую, бывают деньги потратить на игры. Многие, для многих людей, действительно, это важно. Когда ты платишь деньги, ты теряешь челлендж, ты теряешь именно то, ради чего играешь в игру, ты теряешь интерес, азарт. Для других людей это, наоборот, попытка внести в игру живые деньги, это попытка облегчить себе процесс получения удовольствия. То есть, это такая интересная вещь, она, естественно, free-to-play модель, то есть, модели бесплатные, они гораздо более эффективные, чем любые платные модели. Естественно, среди платящих людей, 90% людей никогда в жизни не заплатят вашу игру, даже если есть там такая возможность. Но рано или поздно... Среди играющих людей, да? Среди играющих людей, конечно. Но рано или поздно, если вам действительно небезразличны вот эти вот кусочки пикселов с той стороны монитора, они зачастую бывают небезразличны, если вы проводите за этим 10, 20, 30 часов в неделю. Рано или поздно вы поймете, что вопрос денег уже не важен. Тут важен вопрос жизни с той стороны монитора. То есть, понимаете, монетизация это скорее попытка... Человек сам хочет дать деньги. Самое главное, чтобы он это делал с удовольствием. Нет, не так. Человек не хочет дать деньги. Человек хочет как-то реализоваться в этом игровом мире, стать эльфом 38-го или там 283-го уровня. То есть, его мотивация за пределами денег, а деньги это средство достижения этой мотивации. Да, соревновательность имеет большое значение и давлеет очень сильно список твоих друзей, которые опережают тебя. Это еще один момент о социальных играх. Ты там не просто с кем-то соревнуешься, а соревнуешься с конкретными людьми, которых ты знаешь. Да, в основном. Или с теми, которых ты не знаешь, но ты можешь их вскоре узнать, когда они потеснят тебя или будут рядом, окажутся в том же списке. Но действительно, когда люди платят деньги, они часто могут получать те же ощущения, как использовать, например, какие-то программы для достижения результата, да, там читерские мы называем. Поэтому ощущения у человека достаточно похожи. Я понимаю, о чем Александр говорил до этого. Самой известной компанией, развившейся за счет игр в соцсетях, является Zingo. Компания американская, которая одно время провела бал полностью на Фейсбуке, и казалось, что ее не остановить в ее стремлении. Продукты их несколько лет лидировали в ряде сегментов. Особенно была популярна игра Farmville, которая стала прототипом для всех ферм, которые во множество расплодились по всем социальным сетям мира впоследствии. В России это был «Веселый фермер», это различная там «Веселая ферма». И ферма, наполненная весельем, думаю, что тоже что-нибудь такое было. Только 10 тайтлов, которые приносили очень хорошие идеи. То есть очень популярное было направление. Вот, значит, в декабре 2011 года вышла на IPO Zingo, на NASDAQ, все красиво и по-взрослому. Вот, привлекла миллиард долларов. Однако затем дела пошли неважно. Цены на акции упали до мусорного уровня. Сейчас они, в общем, там у них в управлении какие-то сколбасы не очень понятны. Почему это так, Георг? Ну, именно потому, что ожидания были очень высокие от этого направления. Именно сегмента социальных игр. Хотя мне не до конца было понятно в тот момент, почему такие большие ожидания. Очень были четкие триггеры того, что жизнь пользователя не очень долгая. Ему надоедает эта механика, ему нужно что-то усложнять. То есть ему нужно дальше куда-то двигаться. В принципе, интерфейс с СССР довольно ограничен, он не очень богат. Да, да, да. И поэтому ожидания были, наверное, ложными. Поэтому так и произошло, собственно говоря. И плюс порог входа очень низкий. А у нас не было компаний аналогов Зинги? То есть они точно есть, которые создают социальные игры, да? А у те, которые просчитались настолько сильно? Настолько, чтобы сильно, как Зинга, которые сейчас будут с IPO уже удалять, я думаю, нет, конечно. Но большинство отечественных компаний про отечественный рынок, скажу, большинство отечественных компаний, которые два года назад думали, что этот рынок через пару лет всех остальных закроет, они, конечно, сейчас пожинают свои плоды. Но с Зингой проблема еще в том, что это типичный американский айтишный пузырь. То есть вы видите растущее направление, направление, которое растет больше 100%, и вы начинаете вкладывать в нее сверх бабки. Но самое страшное, что компания в течение этого года, все говорят, что она лишилась юзеров, лишилась платформ, лишилась чего-то. Никто не говорит, что компания лишилась главных, ключевых геймдизайнеров. То есть люди, которые придумали Farmville, люди, которые придумали Cityville, люди, которые придумали те игры, ради которых Зинга вышла на IPO. Куда они ушли? Оттуда, подальше от этой компании. Они ушли из социальных игр вообще? Окей, это вот момент интересный. Не факт, что они ушли из социальных игр, но, опять же, до этого эти люди пришли тоже не с улицы. Эти люди пришли, например, тот же самый Farmville сделал человек по имени Брайан Рейнольдс. Это человек, который до этого участвовал в разработке таких игр, как «Цивилизация», например. Если вам о чем-то говорят. Легендарная игра, да. Вот у нас осталось буквально несколько секунд. Еще один момент. Зинга очень активно сейчас двигается в игровое направление гэмблинг. Ага, в, собственно... Казино. Казино, покер, да? Имеет ли смысл сегодня создавать игр для соцсетей? Или все-таки лучше идти в другие сегменты? Вот с точки зрения бизнеса. Совсем коротко, в 10 секунд, Георг. Ну, я бы, конечно, не стал этого делать. То есть лучше идти в какие-то самостоятельные истории? Твоё мнение, Александр? Очень низкий порог входа, достаточно дешевая, может быть, разработка. Если вы начинающий разработчик, почему бы и нет? Ну, дорогой маркетинг. Очень дорогой маркетинг. Привлечение пользователя стоит больших денег. По-моему, чем дальше, тем больше. В том смысле, это становится под вопрос целесообразности такого рода похода. Хорошо. Сейчас мы сделаем небольшую паузу обсуждения, чтобы уступить микрофон коллегам из новостной службы. А через минуту нас ждет продолжение разговора об онлайн-играх. И снова доброе утро, друзья. Рунет сегодня рассказ о главном и самом интересном, произошедшем в глобальном интернете и в рноете в частности. Сегодня, напомню, у нас специальный выпуск. Мы говорим об индустрии игр в интернете. По данным Mailer Group, по итогам 2012 года, объем игрового рынка в СНГ превысил 40 миллиардов рублей. Мы об этом, собственно, и рассуждаем. Об играх как бизнесе, об играх как модели жизни, об геймерах, о том, как ими становятся, или о том, как ими, может быть, не стоит становиться. Не знаю. Значит, говорим мы с топ-менеджерами компании игровой отрасли. Это Геворг Саркисян, гендиректор компании Innova, и Александр Кузьменко, руководитель проекта игры Mailroom. Мы обсудили два основных существующих типов онлайн-игр. И на очереди у нас еще один важный тип, может быть, даже важнейший. Мы поговорим про многопользовательские игры. Сколько процентов, по вашим оценкам, игры такого типа занимают в общем игровом бизнес-пространстве, Геворг? Я полагаю, что половина. То есть это самый такой напитанный финансовый сегмент? Да. Александр, твое мнение. Мне кажется, значительно выше третье, но если мерить не деньгами, а именно влиянием на индустрию, то я согласен с Геворгом, тут явно больше половины. Георг, как бы ты описал простыми словами, для людей, которые не имеют отношения никакого к играм, а таких немало, ты, может быть, удивишься этому, живущие в этом пространстве. Что это такое? Ну вот мы как раз, когда обсуждали казуальные игры, не затронули этот сегмент, а офлайн-игр. То, с чем сталкивались, наверное, большинство из нас, когда человек просто приходил, получал диск или CD, вставлял в компьютер, инсталлировал игру и начинал играть фактически с компьютером, с генерированными персонажами, которые появлялись на экране. Вот этот весь сегмент фактически эмигрировал в сторону онлайн-игр, когда эти все персонажи стали реальными. То есть, за каждым из этих персонажей сидит реальный человек, и он выполняет свою функцию. Вот это то, что привело фактически, преобразило игр офлайн в онлайн-игры. И то, что я называю не фастфудом, а полноценной едой, когда ты можешь получить удовольствие от всех элементов того, что ты делаешь, от звука, от графики, от управления, от клавиатуры и так далее. Ну, то есть, здесь больше инструментов для вовлечения человека, вот этот мир, игровой мир, о том мы все время говорим. Ведь на самом деле игра, ну, это, собственно, и психологи все время говорят, игра – это моделирование реального, реальной ситуации. Просто в игре, как детской, так и взрослой компьютерной, о которой мы говорим в разных интерпретациях, проще всего создать ощущение присутствия, ощущение соучастия, реального соучастия. Более того, это соучастие усугубилось из-за того, что эти игры перешли в онлайн, потому что изначально игровая механика не предполагала такой реалистичности политической и экономической, тогда, когда были офлайн-игры. А сейчас игровой мир – это фактически модель реального мира с реальной политической структурой, с реальной экономической структурой и со всеми этими важными элементами, которые как раз и заставляют игрока. Расшифруют эту модель политической структуры, не очень непонятно. Там есть четкая иерархия лидеров, кланов, которые управляют целыми кланами, иерархов, которые управляют кланами и так далее. Это реальные люди. То есть, Александр, это не политическое деление географического характера, а это некое свое игровое деление. Там своя политика. Да, я вот с Георгом соглашусь с тем, что онлайновые игры – это действительно такая слепок с нашего реального мира. Это такой небольшой мир под куполом, понимаете? То есть, когда мы говорим о политике, что значит политика в компьютерной игре? Значит, есть люди, которые играют, которые готовы вести за собой других людей и которые влияют на игровой мир таким образом, что он меняется. Смотрите, тут про политику говорить сложно, гораздо проще говорить про вещи типа экономики. То есть, смотрите, в онлайновых играх есть деньги. В онлайновых играх есть деньги, в онлайновых играх есть инфляция, в онлайновых играх есть рынки, в онлайновых играх есть аукционы, в онлайновых играх есть все. То есть, если вы захотите вдруг заработать деньги, причем реальные, а не виртуальные, вы можете это сделать в онлайновой игре. Потому что они конвертируются. Потому что они конвертируются. Совершенно верно, Георг. И это обилие возможностей. Когда человек приходит в этот мир, он гол как сокол. Он может ходить вперед, смотреть на красивые деревья, но когда он понимает всю глубину последствий, куда он попал, Что он может стать, не знаю, императором вселенной, что он может стать мегаолигархом, что он может стать главным героем этого мира, что он может стать, ну, наконец-то, самым страшным чудовищем и злодеем. И все это возможно просто за вашей мышкой. Представляете, богами, создателями этого мира являетесь вы разработчики и управленцы мира? По сути, да. Компании, которые этим рулят, так? Да, конечно. А насколько глубоко заныривают люди? Я понимаю, что там реально десятки и сотни тысяч человек проводят большие части своей жизни. Более того, есть люди, которые зарабатывают там деньги целенаправленно. Есть люди, которые тратят не большую часть жизни, а два часа времени. То есть представлены там все варианты. Но да, есть люди, которые действительно много времени тратят. Нам это не очень нравится на самом деле. То есть когда это переходит границы, меры, это невыгодно. То есть может казаться со стороны, что это выгодно операторам, но это не так. Это вот тот сегмент игр, похоже, который при развитии своем может вылиться в модели, нарисованной фантастических произведениях. Когда люди начинают жить больше в том мире, потому что он приятнее, он удобнее. В нем ты что-то значишь, гораздо больше значишь. И в итоге уходит из мира реального. Ну вот мы, знаете, об этом сейчас рассуждаем так теоретически. Например, такая страна Китай. Там очень-очень популярны онлайновые развлечения. То есть, например, для современного китайского строителя, для него досуг пойти в компьютерный клуб и поиграть в китайскую компьютерную игру, для него это очень распространенная вещь. Почему он это делает? Потому что у него нет денег, чтобы... Жизнь беспросветная. Совершенно верно. Нет денег, чтобы пойти с друзьями отдохнуть, нет денег, чтобы девушку повезти в кино. А там, в том виртуальном мире, всего за 10 юаней каких-то вечер, он становится действительно рыцарем на белом коне, который в алый закат свою девушку на руках уносит. Представляете, как много это значит для китайского строителя. Это действительно так. Страшная штука. Возвращаясь из этой небезопасной среды в более приземленную, в бизнес-среду, значит, ну или так, каталогизацию, которую я все время пытаюсь заняться в нашей этой передаче. Вот эти игры, они есть клиентские, да, то, что скачивается некая некая программа, да, которая, собственно, позволяет приблизить ощущение лучше звук, лучше графика, да, удобнее управление. И есть браузерные. То есть те, кто находится в программе обозревателя, браузерные, можно сказать, что они куда-то там стагнируют ли, развиваются быстрее, медленнее. Потому что у меня есть ощущение, что, ну, в моделировании искусственной реальности, конечно, клиентские игры выигрывают. Ну, что произошло? Значит, доступность интернета позволила более доступно доносить клиент до пользователей. Легче раздавать. Скачать 10 гигабит или 15 гигабит намного проще стало, чем раньше. Гигабайт. Ой, гигабайт, да, простите. И с другой стороны, браузерные игры тоже набирают оборот, потому что качество реализации браузерных игр тоже растет. Новые появились движки, которые позволяют делать более качественные игры и тот функционал, который раньше в браузерных играх был недоступен. Например, тот же Unity. Unity движок очень современный. Браузерные игры, понимаешь, что они удобнее для людей, которые много перемещаются от устройства к устройству? Да, даже не так. Это удобно, например, для тех, у кого недоступна инсталляция игры в офисе. На офисе. Я вот скажу, например, по примеру Георга, это очень распространено среди работников банка. То есть, вы работаете, если в банке, вам нельзя установить никакую программу. А браузерная игра позволит вам играть в любом открытом браузере. Ну, опять же... То есть, все-таки хочу понять, для геймера браузерная игра — это компромисс? Это просто платформа. Вот, вы знаете, мы очень часто привязываемся к платформе, говорим платформа, платформа. Игра, она сама по себе игра. Если тебе нравится игра, неважно, она в браузере или в клиенте, честное слово. Естественно, это компромисс. Когда у тебя нет ничего, тебе гораздо проще начать играть в браузерную игру, потому что ты просто ее запускаешь. Но если она тебе очень сильно нравится, поверьте мне, ни на какой клиентскую вас оттуда не сманить. Ну, я должен согласиться, что это компромисс, потому что мы же все-таки продаем эмоции. И тут у тебя эмоции урезаны, конечно. Ну, то есть, можно так построить иерархию компромиссов. Первый компромисс — социальные игры, я понимаю. То есть, игры в социальных сетях. То есть, там просто все в интерфейсе социальной сети. Да. Так ли? Да. Второй уровень компромисса, уже меньшего, но все еще компромисса, это браузерная игра, когда все происходит в окне браузера, не в социальной сетях, но в браузерной. И, наконец, верхняя ступенька иерархии — это вот те самые клиентские игры, когда скачивается программа, и твой компьютер полностью пытается вовлечь тебя всеми возможными способами в игровой мир. Совершенно верно. Понятно. Хорошо. Значит, к модели бизнеса большая часть игр ориентирована на модели фри-то-плей. Правильно я понимаю? То есть, можно... Зависит от рынка. То есть, если мы говорим о России, то да. Можно поиграть бесплатно, но вот как рассказывал Александр, если ты потраиваешь 5 рублей, то можешь сэкономить 5 дней, условно говоря, и какие-то силы, и своего эльфа, или какого-нибудь тролля прокачать до большего уровня. Ну, речь даже не только о прокачке. Помимо всего этого, есть еще другие элементы визуального характера, которые можешь подарить, например, девушке, которая тебе понравилась. Или, например, купить какой-нибудь танец и станцевать ее вместе с этой девушкой. Очень много другого рода элементов, которые вообще никак не влияют на... Это механики социальностей, то есть подарки виртуальные... Ну, нет, вспомните того же самого китайца, который с девушкой едет в закат. Он до этого заплатил и за лошадь, и за закат, и за сбрую. Ну, это было дешевле, чем в реальном мире. Естественно, конечно. При этом это приводит к реальным изменениям в его жизни, потому что, например, в одной из наших игр реально зарегистрировано 16 браков. Очень забавно. А какой игре? Айон. И это только люди, которые о себе говорят. Мы сделали конкурс. Было 60 пар, которые нашли друг друга посредством игры, и 16 зарегистрировали брак. То есть у нас были копии зарегистрированных браков, для того, чтобы понять, кто будет победителем. Что лишний раз говорить, что есть игры, да? Да. Любопытно. Значит, типичной клиентской игрой, снова возвращаясь таким сухим цифрам и фактом, которые мы подобрали, типичной клиентской игрой, которая скачивается, является World of Warcraft. Так? Да. Это такая знаковая история, которая во многом является знаменем отрасли, знаменем вот этого типа игр. Созданная компанией Blizzard Entertainment. По данным компании, количество участников игры на 31 декабря 2012 года, у нас есть эти цифры, составляет 9,6 миллиона подписчиков. В игре существует 4 варианта подписки. Стартовая версия, бесплатная подписка на 1 месяц, 359 рублей, если играть в рублях. Подписка на 3 календарных месяца, порядка 1000 рублей. И подписка на 6 календарных месяцев, тоже там какой-то дисконт есть. А сопоставимые цифры в каких играх могут быть еще? Или есть, как вы знаете? Я думаю, ни в каких. Ни в каких играх. Причем 9 миллионов это меньше рекорда World of Warcraft. Например, 2 года назад он имел гораздо больше 10 миллионов. То есть это игра, которой уже почти 10 лет. Она вышла в 2004 году. Не забывайте, что это столб. Это игра, до которой все ММО были скорее больше интересными развлечениями. Все онлайновые, такие большие виртуальные миры. World of Warcraft это игра, которая изобрела те механики, которыми сейчас пользуется практически весь рынок. Это игра, которая установила те тренды, которые до сих пор соблюдаются. И это игра и Blizzard. Это, собственно, те разработчики, которым все до сих пор смотрят в рот, что же они сделают дальше. И даже если Blizzard делает откровенные какие-то ошибки, на рынок это тоже серьезно влияет. И при этом вот этот мир Warcraft или чего-то еще, каждый мир своей игры, он очевидно проходит этап эволюции. Вот той самой сложной, сложной кувырьки эволюции, о которой мы говорили. И он, конечно, критически сильно изменился, в том числе Warcraft за эти 10 лет. Естественно, конечно же. Это совершенно разные игры. Ну, как совершенно разные. Естественно, выглядит примерно похоже, но то и те ощущения, которые вы испытывали 10 лет назад, которые сейчас, совершенно разные вещи. Потому что Warcraft, он все эти годы жил. Он все время продолжал развиваться. То есть какая-то механика базовая, которая была изобретена, она была улучшена, дополнена, умножена. И мало того, она за собой породила весь жанр и буквально создала рынок. Ну, фактически получается, что игровые миры, созданные наиболее профессиональными и креативными создателями, богами фактически этой индустрии, они живут, эволюционируют, развиваются и в итоге будут стремиться к тому, чтобы превратиться в некие, ну, максимально имитирующие реальность пространства. Так? Так и есть. В предельном варианте. В предельном, да. Хотя я бы, на самом деле, очень осторожно говорил с словами, типа, имитирующими пространство. Все-таки фишка игр и интерес игр в том, что они не похожи на реальную жизнь. Реальное имитирование пространства – это очень страшный день. Я к степени комментарии реального мира. Я к степени погруженности. Мне четко очень видится, что игры вот такого рода, имитирующие, то есть пытающиеся задействовать все органы чувств, всячески стремятся к тому, чтобы вовлечь человека полностью, на 100%. Так что, в конце концов, он не понимал, в игре он или не в игре. Ну, как во сне. Окей, коллеги, надо заканчивать. В общем, на вас я скажу о том, что ключевыми игроками Рунета являются компании Mail.ru Group и Nova. У нас представители есть здесь. Нивал, Никита Онлайн. Еще пара-тройка. Сейчас у нас небольшая пауза обсуждений. И продолжим разговор о бизнесе вокруг интернет-игр. Снова здравствуйте, друзья. Рунет сегодня. Программа от 6 мая 2013 года. Напомню, что сегодня это специальный выпуск, который звучит на 99,6 в FM частоте в Москве или онлайн на финам.фм. Также напомню, что в подкасте нас можно послушать всегда в любое удобное время. Удобство подкаста в том, что можно поставить его на паузу, переслушать, особенно поражившийся момент, яркую реплику героя. Ну, вот, собственно, о героях нашей сегодняшней программы. У нас в студии Александр Кузьменко, руководитель проекта Игры Mail.ru и Георг Саркисян, гендиректор компании Nova. Меня зовут Максим Спиридонов. Мы вместе обсуждаем, что такое игровая индустрия в Рунете сегодня, каковы эти игровые миры, сколько там денег, какие-то деньги, за что платят, ну и так далее. Значит, впереди у нас еще одна категория, которую мы обсудим. Мы, напомню, идем по категориям различных игр и разберем, откуда там, собственно говоря, деньги и что там происходит. Речь пойдет про мобильные игры. Можно сказать, что сегодня мобильные игры – это самый перспективный рынок для игровой индустрии. И денег там, если немного меньше, чем в большом интернете, но как бы они там будут в большом количестве. И вот если советовать куда-то идти сегодня предпринимателям с деньгами, то это именно мобильные игры. Георг. Я думаю, что да, но риск того, что этот рынок тоже может быть перегрет, и ожидания могут оказаться ложными, ровно такой же, как и во время бума социальных игр. То, что я слышал касательно вообще мобильных приложений, ну и игр в частности тоже таким образом, то, что пик все-таки уже пройден. И заходить туда сейчас с ноги в ожидании, что получишь большие барыши поздновато, Александр. Легко можно зайти с ноги и получить большие барыши, если вы сделаете отличную игру. Всего-навсего. Всего-навсего надо сделать гениальную игру. Вот понимаете, вот компания Rovia, та же самая есть, которая все время приводит, когда говорят о мобильном рынке. Компания Rovia сделала Angry Birds. Компания одной игры. Это действительно компания, которая вдруг случайно выбила джекпот. Они сделали очень хорошую, очень качественную и классную игру Angry Birds. Но сейчас, если вы поинтересуетесь вообще бизнесом компании Rovia, вы выяснитесь, что с 2012 год у нее прибыль с оффлайновых продаж, то есть с продаж тех кукол, сувениров и прочее по Angry Birds, гораздо больше, чем с продаж их собственных игр. Мало того, последние два года все новые игры компании Rovia, они выпустили несколько игр, там Amazing, Alex, хорошая головоломка была, Bad Piggy, то есть пресс-винг вот этих зеленых, тоже хорошая была игра. Игры были хорошие, качественные, отличные, но ни одна из них, даже одной десятой, не смогла популярности достичь Angry Birds. При этом я верю вот в такие компании больше, нежели в компании, которые массово производят игры для мобильных. Абсолютно согласен с Геворгом, потому что качество в этих компаниях, именно вот какое-то страдание за продукт, оно гораздо выше. Дело в том, что на преданности соучастия, вот это конкретному продукту, очень высокое. Кстати говоря, вот вы сейчас затронули очень интересную историю, связанную с бизнесом, в том, что по модели фактически киноиндустрии, игровая индустрия идет вот такой вот активный, не знаю, как называется, мерчедайзинг, что ли, продажу товаров вокруг. То есть они порождают своим воображением какие-то игровые миры и образы в этих мирах, какие-то конкретики, которые облекаются в визуальные образы, в смысловые какие-то концепции. И эти концепции потом не только в игре в виртуальной среде, но и в оффлайне начинают как-то поставляться. В виде игрушек, в виде детских тетрадок там и аппликаций, в виде, там, не знаю, специальных каких-то выпусков мультфильмов. А хороший пример про бизнес хотите? Вот был, например, два года назад во время кросс-бума социальных игр в Соединенных Штатах Америки. Захожу в 7-11, ну, в магазин пятерочка по местному, да, хочу купить кофе. И вдруг понимаю, что покупая стакан кофе, я получаю плюс 20 монеток в игре Farmville. А если я куплю кофе другой фирмы, то я получу плюс 10 монеток в другой игре. То есть выход игр в оффлайн даже таким образом. То есть когда у тебя уже покупка кофе, завязанная игра. Вот на чем акцент сделаю еще разок, мне кажется, очень любопытная эта история. То, что миром начинают править креаторы, которые, создавая некие вымышленные миры, затем на этом, если они правильно умеют поставить дело, продакшн, все дела, на этом начинают зарабатывать. Они выдумали мир World of Warcraft. Не удается мне слово почему-то выговорить. И они на нем активно дальше развивают бизнес не только в онлайне, но и в сопредельных областях. Ну, это еще Дисней придумал много лет назад, так что ничего нового в этом нет. Ну да, то есть они пошли пути киноиндустрии, по накатанному пути. Как интересно, они вот друг с другом взаимопроникают в концепциях подхода к бизнесу. Скажу здесь о том, опять-таки, возвращаясь к сухим фактам, что трудности, которые возникают при создании мобильных игр, связаны с тем, что это работает на разных платформах. И есть ведущая платформа, более-менее с ней понятно все, от Apple, одна из ведущих, iOS пресловутая, которая существует, слава богу, для разработчиков. Мне-то, в общем-то, все равно, но я вот, как бы, входя в их положение и зная их проблемы отчасти. Для iOS есть iPad, есть iPhone. Хотя тоже там уже начинаются разночтения, потому что 4-е и 5-е iPhone, там у них разные диагонали. А вот Android, огромное количество выводков. Там есть еще Windows Phone, который догоняет. Вот эти проблемы мобильных игр, они насколько сильно являются тормозом или драйвером, наоборот, развития индустрии мобильных игр? Эти проблемы ничто по сравнению с тем, чтобы разработать качественную игру для PC. Абсолютно согласен. Просто ничто, потому что порог входа очень низкий. И если у тебя есть несколько достаточно качественных программистов, то это настолько преодолимо, что даже нет смысла рассматривать это как порог. В мобильных играх сейчас продолжаются такие кейсы очень интересные, когда два человека, там муж с женой или брат с сестрой, могут сесть, написать за два месяца игру и заработать миллионы. Проснутся миллионерами. То есть в обычной игровой индустрии такое очень редко сейчас уже встречается. Это практически случайные исключения. Это классическая история начального этапа. Но сейчас это невозможно, потому что инвестиции нужны огромные и команды нужны совсем другого уровня. Совершенно верно. Тебе нужно 20-30 человек минимум и несколько миллионов долларов, чтобы создать игру мирового уровня. Или тебе нужно просто немножко старания, прилежности и таланта, чтобы сделать игру для мобильных телефонов. Знаете, есть такая игра Temple Run. Она входит в iOS, по-моему, в топ-10 даже сейчас до сих пор. Ее сделали русские люди муж с женой. Это очень интересный кейс. Люди проснулись миллионерами на следующий день после того, как игра появилась в iOS. То есть это очень хорошая, очень качественная игра. И этот рынок, рынок мобильных игр, он до сих пор самый такой, что мы называем инди. То есть на этот рынок можно прийти с совершенно нулевым порогом входа, с улицы, даже что-то из собой. То есть в каком-то смысле это получается кузница кадров? Кузница индустрии. Если ты хочешь быть в индустрии, иди сейчас вот прям туда сразу. Там самый большой рост, там самый низкий порог входа, там самые интересные люди и тренды. Возвращаясь к бизнесу, большинство мобильных игр, они free-to-play, да? То есть бесплатно запускаются, можно играть, и какие-то дополнительные плюсы ты можешь получить, добавляя за это деньги. Тут опять разница между странами. То есть, например, в России, да, естественно, free-to-play. В той же самой, например, в США, считается, free-to-play еще не достиг даже одной трети рынка всего общего мобильного. То есть там подписка или как? Нет, в США считают, что заплатили. Платить один-два доллара за игру – это отлично, а free-to-play – это что-то некачественное. Почему-то? Буквально в каждой программе говорим, ну почти в каждой программе говорим так или иначе о том, что действительно в России есть большой разрыв, большой гэп между представлением о целесообразности и возможности покупки в онлайне и в оффлайне у пользователя. Ну вот классический пример – это мобильные приложения. Я приводил пример недавно, приведу его еще раз. По-моему, собственно, мы делали мобильное приложение, поставили цену за него. Доллара 90 центов, и мы получили огромное количество негативнейшего фидбэка о том, что что же вы черти творите, ему красная цена – доллар. Ну то есть люди реально спорили за 30 рублей, продолжение было нужно, они им пользовались. То есть оно вышло на тот момент в топ, в своей категории в iOS под iPhone. И тем не менее они возмущались этой историей. Вот проблема с оплатой, Георг, она насколько остра сегодня в Рунете? Именно в мобильном секторе или нет? Я бы сказал вообще, уже обобщать потихонечку. В нашем секторе такой проблемы нет. Потому что есть все возможные доступные способы оплатить. И более того, есть даже механизмы, когда внутриигровая валюта покупается за реальные деньги кем-то и потом конвертируется другому пользователю. Ну то есть очень много механик есть даже для тех людей, которые не хотят платить, чтобы они фактически заплатили только посредством других. Я оставлю несколько минут на резюме в целом нашей программы, поэтому сейчас завершу вопрос, касающийся мобильных игр. Значит, ряд СМИ приводит прогноз компании Electronic Arts, согласно которому к 2014 году мировая индустрия мобильных игр вырастет более чем на 80% и достигнет отметки в 31,1 миллиарда долларов. Весьма себе солидные деньги. На данный момент более 40% доходов от рынка мобильных игр приходится на рынок США. Ну, собственно, США вообще рулит в онлайн-среде, это ясно. Мы еще не поговорили о категории консольных игр. Вот я бы хотел взять ее немножко отдельно. Она, как ее может реализовать, Александр, вот как бы ты нарисовал ее и игроков консолей? Почему они покупают эти устройства отдельно, если у них есть компьютер? Ну, консольные игроки – это классические игроки. То есть, индустрия, когда начала зарабатывать с этим деньги в 80-е годы, каким образом она это делала? Она продавала приставки к телевизору. Собственно, откуда у нас слово появилось «приставка». Nintendo Entertainment System сделала всю нашу индустрию. То, что у нас в 90-е еще называлось под видом китайского клоуна приставкой Dendy, например. Да-да-да, это же было чудесно. Конечно. Собственно, гейминг, он именно так и выглядит. Вот для типичного американского, скажем так, обывателя, гейминг – это что? Это когда ты садишься в своей гостиной возле большого телевизора многодюймового и включаешь свой консоль, то есть включаешь свою консоль, ту вещь, в которой ты играешь. Для них играть на ПК, то, что для нас в России вполне нормально было сейчас в 70-х годах, это что-то, скорее, больше в виде исключения. И когда начала появляться новая индустрия онлайновых игр, то есть когда начали появляться Варкрафты, когда ПК стал снова возрождаться как игровая платформа, потому что, например, в 90-х, в начале 2000-х он уже очень слабо себя чувствовал. И когда люди снова стали играть для ПК, это был даже какой-то небольшой сдвиг в сознании. Дело в том, что консольные игры – это гигантские дорогие игры. И вот если мы сравним с Голливудом, очень часто, да, любим игровую индустрию, если легитимно сравнить с каким-то из секторов, то именно с консольными играми. Это игры, разработки которых стоят несколько миллионов долларов. Это игры, которые продаются отдельно, то есть тебе как DVD или как Blu-ray хотят ее именно всучить. Это игры, которые… Шапри, у нас буквально осталось полной минутки. Если коротко, их перспектива в контексте других игр? Они падают, продолжают стагнировать, но деньги приносят гигантские. Окей. Георг, давай подводить резюме. Значит, вот мы поговорили о разных сегментах игр. Какие из сегментов будут развиваться, как они будут развиваться? Вот в 20-30 секунд резюме всего сказанного. Ну, будут развиваться, естественно, мобильные, сейчас достаточно активно. Онлайн, многопользовательские игры полноценные и браузерные будут двигаться тоже в сторону более качественной реализации вот тех самых эмоций, которые мы продаем. Насколько серьезной будет становиться многоплатформенность? Вот это вот то, о чем я упомянул уже, и мы коротко обсудили. Когда игровая вселенная тебя будет окружать повсеместно. Смартфон, планшет, десктоп, консоль, и везде этот вот игровой сюжет. Я думаю, это единственный выход для игровой индустрии, потому что пора уже от платформ окончательно отходить. Платформы только тормозят ее в развитии. Как развитие, то же самое Angry Birds. Angry Birds мы привыкли считать это мобильной игрой, она есть везде. От телевизора до приставки. Совсем коротко. Вот Google Glass и дополненная реальность тоже ведь будет охвачена игровая индустрия? Мне пока страшно представить, как это будет выглядеть. Дело в том, что все опыты попытаться заставить человека махать руками, прыгать или хлопать глазами за 30 лет развития пока еще не увенчают успехом. Посмотрим, что будет. На этом все. Это была программа «Рунать сегодня». Специальный выпуск про игры и бизнес на них. Меня зовут Максим Спиридонов. Слушайте нас каждый понедельник. Пока.